Когда мне хочется утром что-то вкусно покушать, смотрите, я готовлю что? Нутовые оладьи. Вот уже не выдержала. Вот. Жарю нутовые оладьи. Мне кажется, что они уже готовы. Вот. Такие оладушки получаются. Внутри зелень, испанак, один помидорчик и болгарский перец, и лучок чуть-чуть. Вот. Буду кушать. Вы пишите в своих комментариях, что вам нравятся мои попугайчики смотреть. Действительно, смотрите на моего мавиша. Я положила ему сейчас такую веточку, эндер принес. И пока мавиш ее полностью не обголил, видите, все внизу. Он не успокоился. Он такой у нас чалышка, трудолюбивый. А эта красавица чуть-чуть. Видите, у нас немножко так пасмурно, но так хорошо на улице. Я сижу, ноги задрала, чем я занимаюсь. Вот. Резинку мужу меняю в штанах. А это принесли нам такой стол по почте. Ну, как у нас будет на пикничок с чем сходить. Сижу и кайфую. Вот. Чем занимается Светлана. Только что попылесосила, эндер сделал пылесос. Смотрите на этого ребенка. Как его не любить, скажите? Видите, какой деловой он. Он не ест их, он просто их бросает вниз и от этого кайфует. Мавиш? Чики-чики. Мавиш? Чики-чики, Мавиш? Деловой ты наш мальчик. Это знаете, какие веточки гранатового дерева? Принцесса моется. Мавиша? Чики? Вот пока он не обголит эту ветку, он не успокоится. Я пошла дела делать. Сегодня на ужин у нас вот такая красивая рыбка. Чупра. Я сейчас ее нафаршировала луком. Лимончиком. Вот так вот просто, да? Посолила, поперчила. И сейчас отправлю в духовку. Розмарин также есть. И свеженький розмарин, который у меня на грядке растет. Видите, веточки зелененькие. И такое. Мавиш, посмотрите, чем занимается. Строить что-то для этих птичек. Деловой такой. Чем я занимаюсь параллельно? Я же когда рисовала, ручкой нарисовала. У меня очень много. И сейчас посмотрела на ютубе способы. Вот уксус и мыло. И вот смотрите. Но пока видно, еще ничего, она не исчезает. Очень много способов. И лимоном пробовала. Ацетоном побоялась, потому что пятна развозит такие. Поэтому будем думать, как выводить пятна. Еще смотрите, в таком месте у меня. Видите? Некрасиво. Это хоть изнанка, но все-таки на лице не так видно. Но все равно. Это мне не красит. Юбку, кстати, закончила свою. Боже, какая у меня рыбка получилась. Как легко вообще все делать в духовке. Вы видите? Обалденно, красивая. Все. Садимся за стол. Я тут, смотрите, вывожу пятна. Ох, я замучилась. Ну ничего. Несколько способов. Приготовила салатик. Все, что есть. Вывожу пятна. Сказали, почитала информацию. Вот тут уже прошло пятно. Сода и уксус. Теплая вода. Посмотрим здесь. Оставила, как и будет. Ой, ввожусь я. Мучаюсь, мучаюсь, бедная Светлана. Будем садиться кушать. Приятного нам аппетита. Всем привет, мои дорогие друзья. Иду отрезать свои патлы. Обожженные. Только знаете, что в чем дело? Я немножко... Не то, что не заблудилась в этот раз. В этот раз я решила идти сама без Ашкыма. Почему? Потому что я хочу, чтобы не очень сильно отрезать волосы. С ним это невозможно сделать. А и так ему будет сюрприз. Хочется что-то поменять в своей жизни. У меня даже по гороскопу показали, что у меня будет трансформация. То есть полностью исполняюсь. Так классно. Тут у меня женщина разговаривает. Тоже. Куда мне поворачивать. Так что не обращайте меня. Кстати, я сегодня одела мою новую юбочку. Поверните направо. Вот видите. Юбочку одела, которую... Которую... Я сама ушила. Ушила. Почему я в таком сейчас состоянии? Потому что, кажется, я сюда в салон ходила на массаж. Если это... А, нет, это другой. Поверните направо. Поворачиваем направо. Пусть только право и лево. Решила, значит, изменить полностью, отрезать себе все. Сегодня чем занималась? Встала в 10, никуда не спеша. Час потратила на йогу. На субботу йога час. Поверните налево. Тут и муж мой проснулся. И... Приготовила им мачапури. Сама одно яйцо на ходу проглотила. Душ приняла. Макияж накрасила. Чтоб красиво выйти. Сережки новые одела. Эти серьги, мне кажется, подходят сюда, под зеленые, да? Эти серьги мне мой мужик купил. Так. Ну вот сейчас тут налево, налево. И все. Чуть-чуть вперед. Какие у меня новости? Ничего нового не произошло, в принципе. Сплю, как убитая, такая счастливая. Господи, знаете, что я вчера сижу с мужем вечером, когда мы кушали рыбу. Такой замечательный муж у нас был обалденный. И знаете, что говорю? Мужу. Кстати, вот так можно пройти. Укоротить. Я говорю, ничего не хочу. Ни богатую квартиру, ни этот. Лишь бы у нас было спокойно. Я ценю каждый момент. То, что у нас сейчас есть. Это намного ценнее спокойствия. Когда ты спишь спокойно. Когда у тебя светит солнце. Кругом все спокойно. Поверните направо. Это настолько, друзья мои, ценно. Не хочу ни вот этих огромных многоэтажек, как я раньше хотела. Пускай будет наш дом. И наш дом тоже, как говорится, благодарю за это. За наш дом. Так, еще что хотела сказать. Сейчас вот новости вчера показывает мой муж, да. Что Эрдуган будет строить четырехэтажные дома. Для тех, кто пострадал. И это не подарок. Пятьдесят на пятьдесят будет. Тут и наша женщина запуталась. А я-то не запуталась. Надеюсь. Ну, короче. А вот и все. Вот и мы и пришли. Как хорошо. Смотрите, вот такие многоэтажки. Сейчас переверну камеру и покажу. Многоэтажки. Представляете, сколько страха. Вот они когда шатались. Сколько страха у людей. И все такие огромные дома. Да у нас Батуми, я смотрю. Очень огромные сейчас. Двадцать пять, тридцать пять. Сорокэтажный. А там у нас тоже бывает трясет иногда. Вы знаете, лучше жить поближе к земле. Ой, лучше иметь свой дом, да. Смотрите. Какая красота вокруг. Это район засоли, не подходя к соли. Даже я не знаю, куда я приехала. Но очень красивый. Далеко от моря, конечно. Но нормально. Так вот, мои дорогие друзья. Эрдоган будет сейчас строить дома. Уже цемент первый, бетон. Было, показывали по телевизору. Роман Мараши, как он присутствовал. И с пятьдесят на пятьдесят. Люди будут как за квартиру платить каждый месяц. Я не знаю, как они будут платить. Потому что они же потеряли работу. Все. Но не важно, в принципе. Посмотрите, какой красивый досито. Вот сито. Называется он. И дом такой, смотрите. Ой, господи. Я уже, знаете, когда иду, смотрю на дома, думаю, боже, в какую сторону они будут падать. Конечно, не дай бог, они не упадут. В Японии какие многоэтажные дома. Стоэтажные. И когда землетрясение, они просто шатаются и все. Ни одна не упала, ничего. Дай бог, чтобы у нас было. Вот я как раз и пришла в салон. Дорогие мои, начинаю я. Все-таки он мне уговорил, пока я коротко не стричься. Что-то придумает новое. Посмотрим, доверимся. Ну вот я и распрощалась со своими паттлами. Вы знаете, я поняла единственное. Никакие маски не помогут жженым волосам. А сейчас попозже чуть-чуть я себя покрашу. Решила покатать отдых моим волосикам. Такая мадам, я. Как вам? Мне очень нравится. И решила прогуляться пешком по Мерсину. Это район с Олей. Вглубь чуть-чуть я вошла от моря. Сейчас выйду на трассу и налево. Тут кое-какие дела в банках. Может зайду в банкоматик. Пошла я, друзья мои. И такое настроение сразу хорошее, когда приведешь все в порядок. Зашла в такой магазинчик. По дорожке погуляться. 50 или такие чашечки стоят. Вот такие чашечки кофейные. Тоже, наверное, до 50. И такие есть. Смотрите. По две штучки. 120 стоят такие. Цены сейчас на все подорожали. А вот этот наборчик 500 Теле. Смотрите. Вот он так выглядит. Вот. 750 стоит. Смотрите. Для пряностей. Какие цены. Обалдеть. Вот такие тоже есть. 250 подешевле, конечно. 750. Ой, какие красивые. Очень красивые. Почему они не открываются? 750. Такая ваза 500. Такая ваза 300, кажется. Обычная. Вазы на торты. Вот такая тоже есть. Посмотрите, какая красивая. 250 такая. Красивый магазин, да? Все золотое. Ой, тарелочки хорошие. Шкатулочки. 600. Такая стоит. Пошла, походила, но останавливаю себя на все, потому что на барахло, вот это вот на разные безделушки. Сейчас не стоит, друзья мои, не стоит тратить деньги. Такой мир опасный, непредсказуемый. Не знаете, что будет завтра, и вы не будете хватать за эти безделушки и бежать. Понимаете? Так что Светлана поумнела и стала инвестором. Лучше инвестировать в себя и иметь кошелек, монеты, цены бумаги, как у меня есть. Самые умные сейчас вложения в себя инвестиции. Как жаль, что сейчас в банкоматиках не выдают валюту, кроме лир. Они выдают, но в лирах могут снять, допустим. Но мне нужны доллары и евро. И очень жаль. Суббота сегодня, банки закрыты, поэтому не получается взять. Но ничего страшного. Я сейчас буду проходить мимо места, где работает его бывшая жена. А я и не боюсь вообще. Я ничего плохого не сделала. Можа не забрала. Это было мимо меня, как говорится. Так себя чувствую самостоятельно, когда гуляю одна. Встала, конечно, на каблуках. Ну, а что делать? И жарко. Хочется снять свой пиджачок, но потом сниму, когда пройду мимо этого места. Ой, как я устала. Устала очень, друзья мои. Пришлось раздеться. Так жарко. Какие очки классные, урсачек. Да. Беленькие, а мне нравятся черненькие. Я так мечтаю о черных. Вот там внизу классные. Вот эти тоже, да? Как я давно не ходила в этом районе. А это один из первых моих районов. Мошек здесь много. Мошки-мошки летают. Так жарко у нас уже становится. Это радует. Я такая счастливая. Иду с этой новой прической. Мне кажется, волосы мои сказали мне спасибо, что их состригла. Но скоро, я так думаю, что я иду к тому, к Пикси. Очень хочу к Пикси. Он мне просто отговорил. И сказал, что там для Пикси же нужна какая-то там длина у меня срезана. Вроде бы сострижена. Челка должна быть такая длинная. Ну, сейчас в принципе, это тоже мне Боб. Мне понравился Боб. Посмотрите, тут даже есть еще видите, что есть? Палатки. Пенсионеры сидят. Гуляю я, друзья, гуляю. Сегодня вот палатки здесь. Люди спят еще в палатке. Все вам фиксирую. Мои дорогие, сегодня у нас базарный день на районе. Вот, видите? Я сейчас, конечно, ничего не хочу покупать. Дома все есть. Просто так пройдусь мимо. Десять лир. Зелень по пять. Сладости турецкие. Что-то хочется сладкого. Ну, все, короче, я прошла. Ничего такого нет интересного. Да, знаете, что интересно? Авокадо 100 лир килограмм. Вот это вот цены. Друзья мои, какая была реакция у моего мужа. Он сидел внизу, выбежал из кабинета и начал меня целовать. Говорит, какая ты красивая, как модель. Вот так вот. Светлана удивила. Я говорю, я еще хотела короче. Она говорит, только не короче. Все так нормально. Так, мои друзья, я уже переоделась. Все, сейчас хочу начать шить. Здесь вытащила я грибы. У нас очень много грибы. Не знаю, что. Может, их просто пожарю в духовке. С луком. А может, с картофелем. Хотели тантони делать из печени, а лаваши? Нет, только с утра можно. Кстати, я вчера, когда выводила пятна от чернил, и в итоге намучилась, повесила, постирала там, повесила на боку. Сейчас посмотрела, эти пятна уже побликали. Сейчас он принесет мне спирт, мы попробуем второй метод. То есть, несколько методов я использовала. Лимон не помогло, помогла только сода. И сейчас посмотрим алкоголь. Но на шатырны я боюсь рисковать. И ацетон тоже мне посоветовали, боюсь, потому что оно пятна оставляет. Вот у меня кусочек я попробовала, и не хочу больше экспериментировать. У меня, в принципе, остались вот на обурочке сзади сильные пятна. Посмотрим, как выведется или нет. Ну что, сейчас я хочу так кофе выпить. Кофе выпью, пополню свои конверты. Я же делаю техники, пополняю конверты. Напишу благодарственное письмо Вселенной. Надо быстро успевать. Недавно же было полнолуние. Ужин у нас сегодня жареная печень. Грибы с картофелем. Я решила сесть на балконе. Здесь у нас шалган и вишневый сок. Салатик. И закуски винегрет. Кофты вот эти наши, йогурт. Ну вот как-то так. Хочется сегодня нам покайфовать сможем. В какой-то смысле. Ну, нам в природе хочется. Интерпретация пикника. А здесь у меня яйла чорба. Мы так его не доели. Вчера нам с рыбой было не до чорбы. Молочной нельзя. Мой муж так не кушает. Когда есть рыба, он не кушает молоко. Сейчас подогреется и будем кушать. Ну все, приятного аппетита. Мужу очень понравилась моя прическа. Так смотрит глазки мне. И мне тоже самое. Когда покрашу, вообще будет классно. Да, мои дорогие? Красивая. Так все шатается, шатается. Но я не боюсь. Ну что, буду заканчивать это видео субботнее. Всем большое спасибо за ваши подписки, за ваши комментарии. Я их читаю. Может быть не сразу, но всегда. И знаете, какая причина? Не могу там отвечать, потому что у меня клавиатура турецкая, английская. И нужно, когда отвечаешь в компьютере, нужно отдельную клавишу и тыкать, тыкать. Поэтому я ставлю то, что я почитала на сердечке, и вы должны знать, что я вас увидела. Все. А вам спасибо за просмотры, за то, что вы со мной. Ну и до связи. Что-то в последнее время плохо мои видео смотрят, поэтому я не выставляю каждый день. Значит неинтересно, значит надо сделать какой-то перерыв. Ну, что-то страшное показывать каждый раз не хочется. А может многим надоела моя жизнь домашняя. Будем ждать, значит, хороших времен. Интересных видео. Пока вам, мои дорогие. Всем добрый вечер, друзья мои. Сейчас я открыла видео новое и собираю урожай моих партнеров. Они просят меня об этом некоторые. Так как у них проблема со связью. И я каждый день собираю с их NFT монеты. Видите, одну монеточку. Одна монетка стоит 47 евро сегодня. Почему я делаю это каждый день? Потому что они еще 43% годовых. Смотрите, какая у меня молодец есть клиентка. Мой бизнес-партнер. Она за короткий промежуток времени покупает NFT. И смотрите, у нее уже 800. Вы понимаете, умничка приветствую таких, которые думают о своем будущем. Не живут одним днем. И вот я так каждый вечер собираю и у них урожай, и у себя. Смотрите, меняю ее монеты особенные на монету DAO. И у нее увеличиваются инвестиции каждый день. У нее есть и новые NFT. И вот сколько, 9 штук, 4-5. И одна, 10 NFT. Женщина думает о своем будущем. Вот. Такие вот дела. А здесь я сейчас включила премьеру и смотрю, что никто не обращает внимания. Я написала, всем привет. 16 человек смотрят. 16 человек. Ну и то приятно. Сейчас, наверное, позднее время, поэтому... И все сейчас... Смотрите, на этих детей... Что они творят? Что они творят? Только что я почистила стол. Подмела... Они ели проросшие семена. И посмотрите, мавиш... Он все время берет мусор и бросает на пол. И она сейчас начала. А он, главное, отнимает у нее... У нас футбол. Я сижу. Фруктяшки мне приготовил. И я открыла свою премьеру моего видео. И собираю урожай у всех. Также сейчас надо и зайти, и у меня собрать тоже. Ага. 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 Продолжение следует...